Участок Ираёль Кожером планируют создать уже к концу этого месяца. Он возводится, напомним, в рамках соглашения между Республикой и компанией Дорожная Концессия. Общая протяженность дороги всего 45 километров 620 метров, но она имеет стратегическое значение в жизнедеятельности сразу 11 муниципалитетов Коми. Напомним, общие строительные работы здесь начатые 1 августа 2016 года. На объекте находится хантамансийский подрядчик. Первый участок Малая Пьера и Раёль протяженностью 34,5 километра оказался сдан в рекордные сроки уже в октябре прошлого года. Сергей Гапликов, который тогда лично принял участие в торжественном запуске, заявил, эффект от появления более чем важный. Он приведет к увеличению доходов в бюджетах всех уровней и в будущем даст Республике возможность выхода к Северному морскому пути. А еще это дополнительная инфраструктура района, сокращенные временные сроки и финансовые затраты при перевозке грузов. Сегодня мы с вами стоим на том объекте, который действительно при общих усилиях получился таким, каким он получился. Получился качественным, очень интересным и очень нужным и важным для нашей Республики. Сегодня, сами представляете, да, те грузы, которые сегодня идут по этой дороге. Раньше 6-8 часов, а сегодня 1,5-2 часа. Это сокращается время в пути, это сокращается соответствующие затраты, это увеличивается. А грузовый оборот, это повышает соответствующие надежности и эксплуатации тех средств, которые здесь убивались. Вы помните, да, как здесь все выглядело. Сейчас основные работы строители ведут на обустройстве моста через реку Бадья. Завершено устройство пролетных строений и их гидроизоляция. Эксплуатационная стадия проекта составляет 7 лет. Это период, который теоретически не потребует дополнительных вложений на ремонт и содержание. А к 2026 году власти Коми намерены передать готовую дорогу в федеральную собственность. Аргументом станет важность ее надлежащего состояния для столицы соседнего субъекта, которая пока не имеет устойчивого автомобильного сообщения с большой землей Нейцкого округа.